Данное видео создано в развлекательных целях, всё показанное сегодня пользу Бройли. Штребух! Всем привет! Пора осмотреть Штребуха находки. Вы готовы? Тогда мы начинаем этот обзор. А если ты не подписался, тогда обязательно подпишись на Штребуха и поставь колокольчик, я слежу за тобой. Погнали! Ну всё, Череп, хватит пугать моих подписчиков. Давай лучше им покажем мои находки, которые я собрал за неделю. Крутая находка для дома. Это увлажнитель воздуха Redmond. Работает превосходно. Представляете, у него даже на передней панели была защитная плёнка. Но это реально полезная находка, особенно зимой. Ведь включают отопление и воздух в квартире становится сухим. И его нужно чем-то увлажнить. Продам этот увлажнитель воздуха в моей группе ВКонтакте. Ссылка в описании. Были найдены часы от бренда Casio. Работают превосходно. Но изначально они не работали. Пошёл поменял две батарейки. Заплатил за это 700 рублей. И вуаля! Часики заработали. Попытался найти информацию по этим часам в интернете. Но ничего не нашёл. Возможно это не оригинал. Но когда зашёл на сайт Casio, я офигел. Похожие модели этих часов стоят по 50 тысяч рублей. В общем ребят, если вас интересуют эти часики, можете у меня их купить. Первые две крутые находки, это два сместителя. От фирмы Грох. Сделано в Германии. Царапин вообще нет на корпусе. Видно по состоянию, что они новые. Только у этого сместителя нет водяного фильтра. Но это не проблема. Я думаю они продаются. А у этого сместителя всё на месте. Реально крутой сместитель. У меня в ванне и то похуже стоит. Посмотрел в интернете, такой сместитель стоит 8 тысяч рублей. Я офигел, потому что изначально я его хотел сдать на металл. В той же помойке я нашёл вот эти дверные петли. Абсолютно новые. 10 комплектов. Петли дверные универсальные. Вообще я в шоке, зачем это было выкидывать? Неужели люди не умеют продавать? А ещё выкинули пакет вот таких муфт. Эта муфта-переходник с полипропилена на металл. Рабочая соковыжималка. Сделана в Белоруссии в 83-м году. Электромиксер. Ой, как горелым завоняло. Наверное придётся его разобрать на медь. Аппарат для низкочастотной магнитотерапии. В общем, эта хрень избавляет от боли, используя магнитные импульсы. Продам эту штуку рублей за 300. Хрень для того, чтобы что-то просеивать. От бренда Amulinex. А ещё я нашёл ручную тёрку. Работает прекрасно. В комплекте есть две насадки. Попробую продать за 200 рублей. Ну если, конечно, это старьё, ещё кто-то купит. Нашёл папку для документов. Внутри была книжка «Бизнес в Инстаграм». Поучительная книга. Нужно будет её как-то почитать. Ну а состояние папки вообще отличное. Буду в ней хранить документы. Был найден фен с поломанной ручкой. Пришлось замотать изолентой. Фен работает прекрасно. Внешка, конечно, не очень. Мощность 2200 ватт. Рабочий сетевой фильтр. Vector.com. И ещё один увлажнитель воздуха от бренда Miniland. Работает отлично. Есть даже встроенная подсветка. Но у него есть проблемы. Почему-то он течёт. Но я вообще не понимаю почему. Чаша у него целая. Не, ну довольно-таки неплохо. А что там ещё есть? А? А ещё я нашёл чемодан. Чемодан очень большой. У него есть единственная проблема. Вот это колесо поломано. После того, как починю колесо, продам этот чемодан рублей за 900. Вместе с этими часами я нашёл планшет DNS. Даже блок питания был в комплекте. Планшет большой. Модель M101G. По классике разбито стекло. Оп. Включился. А вот и меню. Ну, работает планшет отлично. Можно сидеть и смотреть видосики. Ну, а если хотите, чтобы я его разыграл. Просто напишите об этом в комментариях. Нашёл жёсткий диск на 500 гигов. 7200 оборотов. Работает отлично. Число включений 105 раз. Продам рублей за 800. А ещё я нашёл колонки Sven. В том видосе я нашёл вот такие. Ну, а в этом уже побольше. Также были с сеткой. Я её снял. Так смотрится намного круче. Вообще эти колонки были со встроенным усилителем. Но изначально вот этот динамик не работал. Попытался я их починить, но они у меня сгорели. Пришлось отключить плату и подсоединить их напрямую. И использовать их просто как динамики. Полезная находка для дома. Это три органайзера для хранения вещей. Два верхних остались пустые. Ну, а нижний органайзер я забил своим барахлом. Абсолютно целый рюкзак Puma. Буду с этим рюкзаком гонять по помойкам. Нашёл ещё один рюкзак от бренда Alpine. Походный. Состояние нормальное. Лямки целые. Осмотрим пакет мелких находок. Ребят, нашёл мышку на палочке. Оставлю для Сонечки. Эй, киса, отдай мне мышку. Ты, сука, петушара ёбан, охуняла ещё. Ты чмо, сука. Ой, нет, тогда не надо. Новые волосы. Эти волосы девушки себе вплетают в волосы. Гениально. Ребят, смотрите, какой кавалер. Это прекрасная роза для тебя. Хо-хо. Спасибо большое. Пусть твоя мама погасит у нас ещё одну недельку. Почему бы тебе не присесть и не дать мне помассировать твои ножки? A few moments later. Джойстик для смартфона от бренда Makut. Но у него проблема. Во-первых, нет вот этих кнопок. Ну и он разваливается. Коробка от айфона 5S. Женская сумка. Что за бренд, непонятно. Но состояние отличное. К сожалению, на авито сумки женские очень плохо покупают. Набор для педикюра. И портативная сушка для лака. Прикольная находка для девушек. Но, к сожалению, они не смотрят мой канал. А это штука для шлифования ногтей. Работает отлично. В комплекте 5 насадок. Две новые карты халва. Не знаю, что с ними делать. Они абсолютно запечатанные. Какой-то непонятный прибор от бренда OFF. Возможно, это для того, чтобы ловить тараканов или мух. Кто знает, что это за хрень, пишите в комментариях. Блок питания для компьютера от фирмы ASUS. Без штекера. Сетевая карта для компьютера от фирмы Gigabyte. Или продам, или сделаю апгрейд своему компуктеру. Защитная пленка для пятого айфона. Чехол для седьмого айфона. Спиннер. Еще один. Колокольчик. Задняя фара для велосипеда. Спрей для волос. Копия часов бритлинг. Чехол для карты халва. Абсолютно новая книжка сборник песен. Скотч. Подорожник для питерского метро. Женский браслет. Блестит он неплохо. Блок питания. Эй, Штребух. Давай подводить уже итоги. Ну окей, подведем итоги по продажам за неделю. Штребухбокс. Кольцо и серьги. Вейпы. Три штуки. Хонор 7. Кроссовки. Еще один Штребухбокс. Блендер. Спасибо, ребят, за то, что покупаете мои Штребухбоксы и поддерживаете мой канал. Ну а для тех, кто не знает, что вообще такое Штребухбокс. Штребухбокс – это коробка, в которой никто не знает, что может находиться. За неделю мне удалось заработать 7700 рублей. Спасибо всем за просмотр. И, кстати, кто не знал, я разыгрываю в своей группе ВКонтакте планшет. Заходите, делайте репост. И, возможно, именно ты его получишь. Всем пока.